Здравствуйте! Вы на информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами я, Екатерина Стихина. После того, как трейдеры сегодня изучат содержание протокола с последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, рыночные настроения будут формироваться на основе событий, о которых мы вам расскажем в нашем очередном видеокалендаре трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Завтра это будет целый массив данных от экспертов исследовательской группы Market Economics с предварительными расчетами индексов деловой активности в ключевых секторах европейских экономик. Особое внимание рынка будет приковано к значению PMI в производственном секторе Германии. Консенсус прогноз предполагает, что значение в мае месяце останется прежним, но некоторые эксперты ожидают подъема индекса. Чуть позже свою характеристику деловым настроением в Германии представят эксперты Института ИФО. Готовится публикация майского значения индикатора условий деловой среды. И тут тоже прогнозы неоднозначны – большинство ждет сохранение прежнего значения, другие – улучшения. Тем не менее, все эти показатели вряд ли как-то изменят настроение трейдеров, ведь пока инвесторы неохотно покупают евро, ожидая итоги парламентских выборов, что состоятся 26 мая. Еще одна валюта под давлением политической неопределенности – фунт стерлингов. Завтра ожидается публикация данных по рознице в Соединенном Королевстве. И этот отчет, скорее всего, разочарует рынки, в результате чего фунт вернется к четырехмесячным минимумам. На следующий день, в пятницу, рынки вновь переключат внимание на доллар США, который в преддверии выхода отчета по заказам на товары длительного пользования должен ослабить свои позиции. Ведь аналитики предполагают, что в апреле объемы должны сократиться на 2%. Напомним, что в прошлом отчетном периоде рынки ждали незначительного роста, но увеличение объемов заказов оказалось на максимальном уровне с августа прошлого года. Но в этот раз вряд ли следует ожидать такого прироста. Помимо перечисленных событий, трейдеры будут изучать и следующую информацию. Завтра это будет окончательный расчет прироста ВВП Германии, публикация минуток с последнего заседания ЕЦБ и пресс-конференция главы Центробанка еврозоны Марио Драги. По другую сторону Атлантики участники рынка будут изучать данные по изменению объема оптовой торговли в Канаде, а также данные по первичному рынку жилья в США. Последний день текущей торговой недели пройдет с публикациями сальдо по внешней торговле Новой Зеландии, а также данные по инфляции в Японии. Вы смотрели видеокалендарь трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина, желаю вам профитных сделок.